Не место красит человека, а человек-место. Эта поговорка как нельзя лучше подходит к дому на улице Лермонтова, 121. Буквально пару лет назад здесь появились две энтузиастки, любительницы зелёных насаждений. И о них тут же заговорил весь двор. Не очень давно появилась у нас Валентина Павловна Ежова. Ежова Алексея, как у неё две фамилии, не знаю. И уже пенсионер, но такая труженица. С раннего утра она уже копошится. И рассаду сама выращивала, и всё разрабатывали, завозили землю. Она из Копич Галя. Не знаю, как отчество её. Вот они, у одной одна половинка двора, у другой другая. И вот они всё выращивают, обрезают. У нас постоянно круглый год. У нас не круглый год, а всё тёплое время цветут цветы. Женщины не просто обиходили газоны, а разбили своими силами настоящие мини-скверики. Валентина Ежова, коренная напчанка, переехала в этот дом два года назад. Купила квартиру на третьем этаже. Валентина Павловна успевает обработать свою дачу и в свободное время занимается озеленением двора. Цветы привозила с дачи. У меня очень много цветов на даче. Я все, все цветы сюда. И ёлочку сюда, и всё сюда. А почему вот так вот вы решили? Потому что, вы знаете, ну некрасиво же. Двор, мои окна выходят во двор, и смотрю, бурьян, мусор. Это я всё обработала. Ой, сколько трудов это стоило. Ну ничего, зато красиво. Квартира Светланы Ахметовой находится даже не на первом или третьем, а на седьмом этаже в соседнем доме на улице Лермонтова, 119. Но, несмотря на отдалённость от земли, Светлана Николаевна, насколько хватает сил, обрабатывает небольшой участок под окнами и высаживает цветы. Недавно посадила мимозу пудика – красивое цветущее дерево. Жалеет, что от жары всё сохнет, а поливать нет возможности. Приглашает посмотреть цветущую клумбу весной. А пока, что называется, отводит душу. На своём этаже развела настоящие дендрарии. В каждой девятиэтажке на перекрёстке улиц Астраханской Лермонтова более 150 квартир. Если бы каждый жилец да по-хозяйски с любовью отнёсся к родному двору, в котором гуляет сам и с детьми, паркует машины, то весь двор был бы образцово обихожен. Бывают такие соседи, которые выбрасывают мусор. Ну, это, конечно, единицы. В основном жители очень хорошие, очень. Даже иногда и помогают, что-то надо вам помочь, что-то участвуют. Никто никого не заставит засучить рукава, взять в руки лопату и лейку, выйти на субботник во двор, навести уют и озеленить газон под своими окнами. Только желание каждого из нас сможет превратить каждый дворик Анапы в цветущий оазис.